Один из организаторов митинга Артём Морозновский. Здравствуйте, да, все верно. А кто собрался, почему, сколько народу, чего ожидаем? Ну, по оценкам полиции, у нас здесь порядка 75 человек. Мы собрались здесь по одному единственному поводу в России. 4 декабря прошли выборы, которые мы считаем нечестными. Мы не признаем их результатов, мы требуем пересчета голосов. Мы поддерживаем демонстрантов, действующих в Москве. И во всех других городах, где сегодня прошли митинги, мы хотим честных выборов. Это, собственно, главная и единственная, основная идея. Другой вопрос, что в Москве была принята на митинге, который собрал больше 50 тысяч человек, по разным оценкам, до 85, до 100 тысяч, не знаю. Была принята резолюция, которая также гласит, помимо того, что мы требуем отмены результатов выборов и пересчета голосов, мы также требуем отставки Чурова. Нашего волшебника большого, который умудряется из 4,9% в месяц собрать 9%. Это здорово, но, как говорится, неприменимо к выборам, к более сегменте результата. Мы требуем провести новые выборы, честные, демократические, приняв предварительно новое избирательное законодательство, которое будет разрешать регистрацию всех партий без исключения выборов и будет позволять провести выборы прозрачные. Совершенно замечательно выступил по этому поводу Борис Актомин на митинге, который специально приехал из Великобритании, где он пишет новую книгу. Проехал 500 километров для того, чтобы... 500 километров, не в Великобритании. Проехал специально для того, чтобы приехать в Москву. Он предложил сделать на каждом участке веб-камеры, чтобы можно было наблюдать за процессом в любой момент онлайн и прочее-прочее, то есть, чтобы граждане могли проконтролировать процесс голосования, процесс подсчета голосов. Это принципиально важно, потому что в этом в Кроте сейчас корень всех ветра. И ввиду того, что одна партия, принимая под себя закон, не может их выполнить, она пытается наклевать. Мы этого не допустим, мы для этого здесь собрались. Мы хотим, чтобы весь мир знали. Но еще один немаловажный момент, это, чтобы отпустили тех политических заключенных, которых арестовали на Чистопродном Бульваре и на Площаде Революции. Да, безусловно. Помимо политических заключенных, арестованных во время так называемых санкционированных акций, вообще, чтобы было понятно, все акции в России санкционированных институциями, 31-я статья гласит, что граждане имеют право собираться мирно, без оружия и не должны требовать разрешения. Так вот, так называемые санкционированные акции в Москве на следующий день после выборов были задержаны, я боюсь сейчас соврать, порядка 200 человек, среди которых известный, я даже не знаю, юрист и блогер, он не очень. Блогер Алексей Навальный, член Политсовета Движения Солидарности Илья Яшин и еще сотни других людей, не менее важных, чем эти факторы, они оказались, собственно говоря, в тюрьме, и сейчас они отбывают разные сроки, там, 5 до 15 суток. Мы требуем их немедленного освобождения, потому что это абсолютно политически мотивированные аресты, они не имеют отношения к закону, точно так же, как и аресты Дмитрия Дарковского, которого по-прежнему, но уже лет подряд большая часть россиян требует освободить, потому что это не так же, как и аресты Дмитрия 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 Дмитрия. Его некоторые, те, кстати, здесь присутствуют, они помнят, потому что Ваня организовывал стратегию 31 Дмитрия Дмитрия. Ваня, ну как, по сравнению со стратегией, после этого некоторые увеличение народа наблюдается? Конечно, людей пришло гораздо больше, несмотря на то, что сегодня действительно холодный день, действительно у людей есть какие-то другие дела, нужно пойти в магазины, нужно купить какие-то подарки к праздникам, я все это понимаю, но собрались-то мы не по радостному поводу, собрались мы из-за того, что в России неделю назад было совершено очень тяжкое преступление. Манипуляции, все мошенничество, связанное с выборами, это преступление, согласно Российскому уголовному кодексу, согласно уголовному кодексу любой страны. И поскольку все-таки выборы кажутся людям более близким к их непосредственным проблемам, более близким к их личной жизни, чем право на свободу собраний, которые большинство все-таки считают касающимся небольших оппозиционных партий, которые, собственно, и ходят на демонстрации. Тем не менее, то, что происходит сейчас в России, то, что россияне, наконец, потеряли страх перед властью, то, что они поняли, что если они сами не будут беспокоиться о своей жизни, это никогда не прекратится. Ездят на тех, кто позволяет на себе ездить. И это то, что россияне начали понимать, что если они сами не будут отвечать о собственную жизнь, за них будет отвечать какой-то кукловод, какой-то дядя, который решит, что нужно, чтобы управляла партия Единая Россия или любая другая партия, но не та партия, за которую голосовали люди. В общем-то, да, людей гораздо больше, хотя я уже, наверное, как и все пришедшие на это место, грешным делом подумал нам Московский водоканал, который раскопал Московский площадь революции, а здесь какая-то стройка около российского консульства ограничила пространство, которое мы можем использовать. Тем не менее, в общем-то, людей гораздо больше, и это все-таки именно русскоязычные люди, а не англоязычные канадцы, которые приходили на стратегию 31, что, в общем-то, в какой-то мере объяснимо тем, что в канадском обществе понимание партия, прав и свобод гораздо выше по сравнению с выгодцами Большого Союза, которые озабочены эмиграцией все-таки в основном собственном выживании и концентрируются, замыкаются даже не на общих проблемах, а на проблемах семьи. Соответственно, если моей семье это не касается, зачем мне куда-то идти? Ведь он примерно так рассуждаёт, находят какие-то другие дела, лежат на диване, смотрят телевизор, где-то в интернете. Вопрос в том, что сейчас начинается пробуждение в России, видимо, оказался влияющим на публику здесь, потому что когда люди узнают, что их друзья в Москве, в Питере, во Владивостоке, в Фениксберге, где-то ещё выходят на демонстрации и влияют на русских эмигрантов в Торонто, они тоже выходят, они чувствуют свою причастность к происходящему. Ваня, спасибо большое. А по твоим оценкам, сколько ты знал? Честно говоря, я примерно столько и ждал, я думаю, в районе всё-таки стать небольшим. Примерно половина от того количества, которое заявилось на Фейсбуке. В России, на самом деле, ситуация была обратная, там пришло больше, чем заявилось. У нас всё-таки многие в Фейсбуке отмечают, да, я приду, и не приходят. Ну, как бы, бездержки, бездержки избалованности. Да, то-то, как бы, члены здесь немножко избалованные, отношения к Фейсбуку менее обязательные. Канадцы, если им говорят, приду, они всё-таки приходят. Русские иммигранты, если они говорят, приду, то примерно 500 процентов. Да-да-да, они собираются. Окей, спасибо большое. Мы не ожидаем, что придёшь. Мы ожидаем, что стоит в Канаде. Мы наезд, что у кого-то, да, человек на 20, не больше. Взаимно было 200. Вообще-то единение, мне кажется, за русскую Канаду, что очень приятно. Потом мы сделали этот критинг, и сделал бы, наверное, любой из тем, что это шёл, потому что у нас в России остались родственники, друзья, за которых мы очень переживаем. И, естественно, нам тоже неприятно, что у нас голос просто украли. Нарисовали совершенно в другом месте галочку. Краймалаков, он стоит со списком. В списке люди отмечаются, пишут письмо. Кому пишем письмо? Мы пишем письмо президенту Медведеву, чтобы он, собственно, мы выражаем изобоченность тем, что много всех сообщений о классифицированных результатах выборов, и призываем его обеспечить конституционную траву России, на честные выборы России. Собственно, во всём мире митинги проводятся под лозунгом на честные выборы. И это лозунг, по которому объединились разные совершенно политические силы, там, яблоко, коммунизм, даже националисты в Москве сегодня были. Правда, ведь тысячи людей. То есть мы выражаем таким образом нашу позицию. Согласна, но люди подписали, я смотрю, только консульсы стоят, а без данных каких-то это сработает? Послушайте, ну, вода камень хочет, во-первых, и сработает мне это не возразово, потому что сегодня субботу в консульстве в этом вряд ли кто-то есть, а живут они там в каких-то соседних зданиях. Я думаю, что когда, вот в Москве я читаю много разных сообщений о том, как полиция очень доброжелательно относится, потому что они чувствуют то, что отношения меняются, потому что очень много людей озабочены тем, что результаты выбора были фальсифицированы, и они тоже начинают задуматься, может быть, они что-то правильно делают, они с кем? С народом, или инвестором, как бы, или против него, правда ли? То же самое, типа, российский дипломат, откуда я знаю, может быть, завтра какой-нибудь посол придет сюда, консул, и почитает это все, и думает, блин, все, ухожу с работы, с госслужбы, надоело работать на... Возьмет дипломат и выйти из консульства, и вопрос, элитический, вы можете такое быть, правда ли? Окей, еще раз письмо. Письмо это обращение к Медведеву, о том, что выборы были сфальсифицированы, требуем проведения честных и дипломатических договоров. На самом деле, вы можете зайти на сайт загран... Сайт называется сейчас загран... загранрус.ком загранрус.ком И на этом сайте для многих людей, которые... Вообще мы призываем писать свои местные дипломатические консульства, выражая таким образом свою гражданскую позицию. Мирные, совершенно мирные протесты, без бюрократии, без всего. Спасибо большое.